Этим отличаются большинство домов, построенных в конце прошлого века. Крыша и кровля у многих давно не ремонтировались, лишь изредка латались. И стал исключением и дом номер 56А по Карачевскому шоссе. У нас по всему дому течет кровля. И кровля течет очень сильно и очень даже давно. Но наша управляющая компания, ЖЭО номер 10, на это внимание особо не обращает. И поэтому люди страдают и живут на данный момент с тазиками, с ведрами, которые собирают водичку с потолка, и все это их не занят. Люди пенсионеры преклонного возраста, и им очень тяжело. Дом рушится на глазах. Вода, вода, кругом вода. И в подъездах, и в квартирах. Правда, сейчас из-за ночных заморозков течь прекратилась. Но все равно живем, как на пороховой бочке. Ведра не убираем, рассказывают жильцы. В квартире, впоследствии снегопада, начиная с конца декабря, происходит протекание стен и, соответственно, потолка. Из-за этого произошло то, что панель отошла от стены, стеновая, и обои отклеились. Заявку я в 510-510 подавала 30 декабря. Она зафиксирована, у нее есть свой номер. И после этого я ждала результата, чтобы пришел или мастер, или приехала служба, которая бы нам починила крышу. Но этого не произошло. Течь начала 28 декабря, где-то в 11 часу дня. Ну и тут лилось, тут и из окон, полностью все, плитка отваливаться началась. Мать звонила и в администрацию, и дежурную. Мы там, ну, во всей инстанции. Ну, обо сыны не там, как говорится. Тишина, ни ответа, ни привета. Дежурный по городу, говоря, отвечал, типа, мы там все передадим, ваша заявка принята. Это и 510-510, ну, все, куда можно, всю дозвонили. Снаружи зрелище тоже не из внушающих уверенность в прочности дома. Вода течет везде, между плит, по проводам, по трубам. Все из-за худой крыши. Того и гляди, из одного дома получится два, путем деления. В результате течки, протечки кровли наш дом дал трещину. Огромную. У меня залезает сюда рука практически, да, вот она. И это с первого по пятый этаж нашего дома. Вот к чему привело протечка кровли. А к чему приведет дальше, как в страшном сне. В ответ на все обращения к власти, мущим и в управляющую компанию, тишина или пустые обещания. За что платим, задаются вопросом жители. Ну, вот это самое страшное место, вот посмотрите, здесь даже кирпич начала, кладка начала отваливаться. Потому что она течет, потом мороз бьет, все это начинает давить и просто валится в кирпич. Мы куда только ни обращались, никто ничего не делает совершенно. И не хотят делать. Вот объясните нам, убогим, мы, может быть, что-то не понимаем. Вот мы, когда платим квартплату, и если мы не заплатили квартплату, с нас берутся сразу пения. Вот, и приходят судебные приставы. А здесь годами ничего не делается, и никто ничего за это не несет ответственность. Как вот возможно вот это вот такое? Владельцы пострадавших от воды квартир уже готовят обращение в прокуратуру области. Возможно, этот надзорный орган обяжет коммунальщиков выполнять свою работу по закону. Олег Рудаков, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. Продолжение следует... Продолжение следует...